Зимой 1932 года на заснеженном пустыре возле железнодорожной станции Иннокентьевская, что неподалеку от Иркутска, появились геодезисты. Изучив площадку, они разметили территорию будущего авиационного завода, которому впоследствии суждено было войти в историю авиации Советского Союза и России как важнейшего звена в системе обеспечения обороноспособности страны. Высшее руководство поставило перед строителями непростую задачу – построить в Иркутске предприятие по выпуску самой сложной на то время продукции – самолетов. На все отвели два года. Руководство стройкой возглавил Владимир Ильянов. За его плечами уже был опыт возведения авиазавода в Воронеже. Но удаленность от центра страны, жесткий дефицит материалов и квалифицированной рабочей силы диктовали теперь совсем иной темп принятия решений. К началу 1934 года был возведен основной корпус завода. К лету были готовы вспомогательные цеха. Набраны рабочие и 15 августа Государственная комиссия подписала акт о введении завода номер 125 в состав действующих. А раз действующий, значит должен быть план и должно быть его выполнение. Сначала в Москве решили, что новый завод будет выпускать летающие лодки МДР-4 конструкции Туполева. Но японская агрессия против Китая потребовала укрепления воздушной мощи Советского Союза на восточных рубежах. И заводу дали задание освоить серийный выпуск цельнометаллического скоростного истребителя И-14. Для того времени это была передовая конструкция, в которой воплотились не только перспективные требования военных авиаторов, но также новейшие достижения аэродинамики и прочности. Молодому коллективу иркутских авиастроителей, состоявшему практически полностью из вчерашних выпускников вузов, техникумов и ремесленных училищ, предстояло самостоятельно научиться работать с капризным дюралевым листом и разработать технологию серийного производства. Пробовали, ошибались, набирались опыта, советовались ступолевскими технологами и, наконец, выстрадали своего первенца. В декабре 1934 заводской аэродром огласился ревом мотора. Этого весь голос заявил о себе первый самолет, построенный в Иркутске. В 1938 году завод номер 125 получает ответственное задание — серийно строить скоростной бомбардировщик СБ. Эта революционная для своего времени машина стала для коллектива завода школой мастерства и высокой ответственности. Иркутские СБ поступали на вооружение авиаполков Забайкалья и Дальнего Востока, поставляли их и в Китай. Этим самолетам было суждено сыграть важную роль в разгроме японских войск на озере Хасан и на Холхенголе. История со всей очевидностью показала, насколько своевременно был построен Иркутский авиационный завод. Следующий виток развития Иркутского авиазавода — освоение серийного производства пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Это был представитель нового класса боевых машин, предназначенных для ударов по точечным целям противника. Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала резкого увеличения темпов выпуска самолетов. Иркутские авиастроители широко внедряют в производство прогрессивные технологии и методы, способствующие решению поставленной задачи. Враг рвется к столице. И осенью 1941 года из Москвы в Иркутск эвакуируют старейший авиазавод номер 39, также строивший Пе-2. Укрупненный Иркутский авиазавод получает номер московского предприятия. В его состав в качестве филиала временно вливается авиазавод в Улан-Удэ. Результат объединения усилий налицо. Темп выпуска достигает пяти самолетов Пе-2 в сутки. Ежемесячно завод сдает фронту по 145 пикировщиков. Отлажены технологии, и предприятие работает как часы. Но Наркомат авиационной промышленности приказывает летом 42-го перейти на выпуск новой машины – дальнего бомбардировщика Ил-4. Его внедрение в серию прошло быстро, что лишний раз доказало высокую выучку рабочих и мобильность технологической школы, сложившейся в коллективе завода. Выкатывая сборочного цеха по две тяжелых машины в день, заводчане втянулись в напряженный ритм. И тут новый сюрприз. ВВС требует более совершенный бомбардировщик. Москва приказывает параллельно с Ил-4 строить дальний бомбардировщик Ер-2. Новые изделия – это значит новые стапели, новые инструменты, новые чертежи и комплектующие. Завод справился и с этой задачей. Более того, заводские конструкторы усовершенствовали Ер-2, а летчики-испытатели научили его летать с капризными дизельными моторами. После войны владение самыми передовыми технологиями открыло заводу дверь в реактивную эпоху. Только в Иркутске строился торпедоносец Ту-14. Затем здесь выпустили большую серию бомбардировщиков и разведчиков Ил-28. И каждый новый самолет требовал перестройки производства, освоение новых материалов и постижение тонкостей конструкторской школы каждого ОКБ. Завод завоевал высокий авторитет, строя самолеты для фронтовой авиации. Его структура и мощности оптимизированы под эту задачу. Но министерство уверено, что иркутянам по плечу нетрадиционные задания и поручает заводу строить опытный экземпляр четырехмоторного военно-транспортного самолета Ан-12. Высокая честь, но и колоссальные трудности. Ведь чертежи менялись чуть ли не ежедневно. Будем помнить, что Ан-12, ставший эпохой в отечественной авиации, родился в Иркутске. Здесь построили более 160 крылатых грузовиков. После чего переключились на выпуск первого в СССР сверхзвукового фронтового бомбардировщика Як-28, способного нести тактическое атомное оружие. Его строительство стало настоящей эпопеей для Иркутского авиазавода. Невиданные ранее скорости и нагрузки требовали высочайшей точности изготовления узлов и агрегатов. А параллельный выпуск разных модификаций этой многоликой машины потребовал прогрессивных организационных решений и расширения заводских площадей. Были построены новые цеха, введены в строй испытательные установки. Заводские специалисты учились работать со сложнейшей бортовой электроникой и лечили детские болезни этой машины. Не случайно на стеле перед проходными ныне высится именно Як-28. Самолет, так много давший в плане профессионального роста и потребовавший так много сил и терпения. Чем ближе к современности, тем узнаваемее самолеты. Третье поколение боевых машин вошло в Иркутского авиазавода в образе МиГ-23УБ. Изменяемая стреловидность крыла, хитроумные шасси, высокая скорость полета. Не просто было решить все технологические проблемы, но и эта высота была успешно взята. Тысячи построенных в Иркутске спарок разлетелось по всему миру, и многим пилотам подчас было невдомек, что строили эти самолеты в далекой Сибири. После МиГ-23УБ в Иркутске строили истребитель-бомбардировщик МиГ-27, первый в СССР носитель высокоточного оружия. Эта машина запомнилась заводчанам благодаря насыщенности сложнейшей авионикой. Не просто далось ее производство, но кто берется за сложные задачи, тот идет во главе прогресса. МиГ-27 еще выше поднял авторитет завода и открыл ему новые горизонты. Машина заинтересовала индийских военных, и специалисты из Иркутска отправились в далекую страну налаживать лицензионное производство этого самолета. Они тогда не знали, что, обучая своих индийских коллег, закладывают фундамент под перспективу развития завода в совершенно новой эпохе. Профессиональные контакты переросли во взаимное уважение и породили доверие к марке «Сделано в Иркутске». Пока в Индии осваивали производство грозных бахадуров, в цехах Иркутского завода обосновалась новая машина – самолет четвертого поколения Су-27УБ. В нем все было новым и непривычно. Материалы, технологии, сложнейшее оборудование. Потребовались новые обрабатывающие центры, лазерные стенды, компьютерные станции и специалисты, умеющие на них работать. Иркутские спарки поступали не только на вооружение советских ВВС, их закупали также Китай и Вьетнам. Логика развития авиационной техники подсказывала, что Су-27УБ может стать перспективной платформой для создания новых авиационных комплексов. Непревзойденные летные характеристики и наличие второго члена экипажа, способного управлять оружием нового поколения, открывали совершенно новые возможности. Политические события начала 90-х годов перечеркнули многие планы. Последними самолетами, построенными в Иркутске за государственные деньги, стали шесть перехватчиков Су-30. После распада СССР на территории России остались 114 заводов авиационного профиля. Обвальное сокращение госзаказа разрушило сложившуюся кооперацию и поставило 90% из них на грань банкротства. Численность персонала сократилась втрое. Объем производства в пять раз. Свыше 70% предприятий так и не сумели преодолеть кризисную ситуацию. Государство поспешило избавиться, как ему казалось, от лишних оборонных предприятий, разрешив их акционирование. В список приватизируемых попало и Иркутское авиационное производственное объединение. Для завода настали сложные времена. Руководству акционерного общества во главе с генеральным директором Алексеем Федоровым пришлось создавать самостоятельную стратегию развития предприятия. Первым краеугольным камнем стала диверсификация производства. Вторым выход на мировой рынок авиационной техники. В выходе из кризисной ситуации пригодились сохранившиеся контакты с Индией. Военно-воздушные силы этой страны, традиционно ориентировавшиеся на российскую авиационную технику, всерьез заинтересовались предложением, поступившим из Иркутска. Создать на базе Су-30 многофункциональный самолет с характеристиками, превосходящими все мировые аналоги. Собственно, аналогов и не было. Ни один из существующих в мире самолетов по сей день не имеет в своем арсенале того, что закладывалось в Су-30МК. Индия сделала правильный выбор. И в ноябре 1996 года в Иркутске был подписан контракт на строительство Су-30МКИ. Впервые в отечественной практике за создание самолета отвечал завод, а не ОКБ. Такой подход позволил приступить к созданию на базе Иркутского авиационного производственного объединения вертикально интегрированной корпорации нового типа, оптимально соответствующей требованиям новой эпохи. Сегодня Иркутский авиационный завод – одно из немногих оставшихся предприятий, имеющих долгосрочную производственную программу. Зарплата его работников является одной из самых высоких в отрасли. Портфель заказов Иркутского авиазавода составляет 4,5 миллиарда долларов, что гарантирует загрузку мощности вплоть до 2017 года. Жесткая конкуренция на международном рынке и растущие требования к качеству продукции вызвали к жизни программу модернизации станочного парка завода и переоснащения его производственных мощностей. Вложив свыше 30 миллионов долларов в техническое перевооружение предприятия и подготовку специалистов, корпорация Иркут заложила надежный фундамент на будущее и подтвердила принципы своей инновационной политики. Самый востребованный продукт корпорации – многофункциональный истребитель Су-30МК. В 2003 году правительство Малайзии подписало контракт на закупку 18 истребителей Су-30МКМ. Продолжается продвижение машин этого типа на новые рынки. В активе молодой корпорации Иркут и богатого традициями завода – самолет-амфибия нового поколения Бе-200, региональные пассажирские лаймеры, учебно-тренировочные машины, беспилотные летательные аппараты, автожиры. Купив в 2004 году контрольный пакет акций ОКБ имени Яковлева, корпорация вышла на рынок учебно-тренировочных самолетов и магистральных авиалайнеров. Пройдя за 70 лет огромный путь развития и множество переименований, Иркутский авиационный завод развил главную свою черту – мобильность и адаптивность в изменчивом мире. Стремление к совершенству продолжается. Редактор субтитров А.Семкин